Привет, доктор Влад, с вами. Тут очень интересная новость. Вот, я её в конце сообщу. Вот, немножко поманежу вас. А сейчас вот немножко на комментарии отвечаю. Последние буквально 5 минут назад. Как часто или редко нужно принимать пищу в процессе похудения? Хочу за недельку сбросить килограмма 3-4. Ну, за недельку я ещё не заметил. Да, я написал тут, что я кушал один раз в сутки, и я сейчас так делаю. Вот, можно много раз в день есть. У меня тоже есть такой ролик. 6 баночек в холодильнике. Вот, и за неделю 3-4 не сбросите. Ну, это вредно для здоровья, что вы. Дальше. Бывают ли толстые алкогольки? Вот я видел только худых. Вот тут кто-то тут влез, значит, алкоголь повышает аппетит. Ребята, бросьте вы. Это у нормальных людей алкоголь повышает аппетит. Вот, а у алкоголиков он или ест, или пьёт. Вот в чём дело. И когда с глубокого будуна он есть совершенно не хочет. И он, наоборот, ждёт, когда можно будет покушать, хоть наконец-то, да, хоть аппетит появится. Ну, я же работал с алкоголиками. Вот, и, в общем, я говорю, а денег хватает обычно или на то, или на это. Но берётся водка. Ладно. Так, что тут ещё? С утра, вот, некоторые советуют утро начинать с белка. Это тоже всё про похудение. Я доберусь, доберусь до самолёта. Вот, можете сразу в конец включить. Вот, утро начинать с белка, ну, или с углеводов, да. А я слышал только с углеводов. Вот именно утро – это царство углеводов. Даже напомнил такое выражение. Ну, ребят, я проще делаю. Я вообще не ем с утра. Вот. И занимаюсь, и как раз вес хорошо летит. Ну, занимаюсь, хожу, там, штангу дёргаю. Вот. Что-то тут ещё. Пример, что вы едите в один приём пищи. Ну, вот я сказал, да. Ну, яйцо всегда ем. Ну, яйцо, яйцо. Ладно. Салат, тарелочку, да. Мясо, курицу, там, что-нибудь ещё. Вот. И заканчиваю молоком и печенку съедаю. Вот так. Редко, когда кашу добавляю. Или вот вчера я цветную капусту пожарил с чесночком. Ну, чуть-чуть опять. Немножечко. Немножечко. Ну, добавляю иногда там вот сальсу, вот эту мексиканскую. Ну, овощи, короче, да. Овощи и мясо. Вот так. Дальше вот тут советовали мне Ом Ти Ви. Ну, я сказал, я зашёл туда. Там, как это нудно всё. Вот, нет, я это не люблю. Так, что тут? Ну, длинный разговор с моим сверстником, с Андреем. Ну, это ладно. Хотите, почитайте. Он у меня уже опять написал. Главное правило в жизни. Живи сам, не мешай и дай жить другим. Да, да, я так именно живу. Главное, никому не мешать и соблюдать законы. Вот и всё. Это очень просто. Тем более, что в Америке законы соблюдаются всеми, понимаете? Вот. Могут даже артисты какого-то знаменитого взять и посадить. Или вот сейчас вообще у нас тут скандал. У нас главный судья такой есть в Америке. Я уж не помню, какое у него звание. И одна женщина обвиняет его, что он когда-то на неё там, туда-сюда. И вот, в общем, скандал большой. И не важно, что он там самый главный судья из всех судей. Но я не помню, как он называется. Должность. Ну, вот, всё равно на него. Ну, и на Трампа тоже было. Совсем недавно на Трампа там какая-то... Я уже забыл, как её зовут. Там звезда взрослых фильмов. Но он как-то отбился. Но сам по себе факт. Кто бы попробовал Путину сказать, что вот он меня когда-то прижал. Пупок поцеловал, да? Ладно. Так, 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 так. Ещё что-то такое. Ну, ладно. В принципе, нет. Какой-то был вот... А, ну, насчёт Ходорковского у меня тут... Вот тоже интересный разговор. Вот женщина пишет. Увидев Ходорковского, я впервые увидела наверху хорошего человека. Он настоящий и искренний. Ну, я бы не сказал. Комсомольские работники, они умеют хорошо говорить. Я посмотрел, он был освобождённым, да. А встретила после того, как отсидел, была поражена, как тюрьма его сломала. И я не согласен совершенно. И вот она меня спрашивает. О чём они не согласны? Ходорковским или перспективы России? Ну, во-первых, Ходорковский, он не сломался. Он очень сильный человек. И, в общем-то, так сказать... Я говорю, он мне нравится как человек. Ну, вот смотрите. Вот я уже говорил, да. Он жил раньше среди комсомола, там, то, сё. Вот как-то отдалённо немножко. А сейчас он вообще живёт с дненормальных людей, да. Где он там? В Швейцарии или в Лондоне? В Лондоне, по-моему. Вот. Среди нормальных. Он пытается это экстраполировать, перенести вот на Россию. Да, логику, да. А с Россией нельзя в логических каких-то конструкциях, понимаете, говорить. Вот ни в коем случае... Ну, где, в какой стране открывают... Я недавно прочитал. Асфальтовую дорожку 100 метров открывают с красной ленточкой. Или мусорку новую открывают с красной ленточкой. Или туалет. Или вот бензоколонку. Водяную колонку для воды, да. Открывают с красной ленточкой. Это что за... Ну, понятно, да. В общем, к России нельзя... Если логически подходить, да, или с точки зрения божественных законов, то Путина давным-давно... Вот он свечку взял, его сразу молнией... И все, и нету горстка пепла, понимаете. Если из божественных законов. Вот если из логических, он давным-давно должен бы сбежать. Он ничего никогда не читал про этих самых Саддама Хусейна, там, или Чаушеску, да. Ну, что? Он давно должен сбежать, но он почему-то не сбежал. И я вот тут еще добавил, вот... За время своего существования в России меня две вещи потрясли вот в политике, да. Даже не развал Союза, не знаю, для меня это как-то было... Ну, как-то незаметно, да. Вот первое, значит, когда Чаушеску там ловили по всему Бухаресту, да, и в конце концов их поймали, там, знаете, что было, да. Меня это убило прям совсем, да. Причем передавали все время по радио, что вот его ищут, 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 нашли, бах, все, нету его жену. А второе, то, что Янок сбежал, я тоже обалдел. Украина, мощная такая все-таки страна, да. Бых, и президент сбежал. Я так вот даже как-то и не понял, думаю, ну, может, вот какая, я не сбежал, да. И вот сейчас, сейчас, вот он что, не понимает Путин? Конец-то будет. Обязательно будет, если против него весь мир. Да какой бы он ни был, сколько бы у него ни было миллиардов и разных там пушек со снарядами, да, но весь мир против него, все. Он уже всех задолбил. Так, все, и теперь самое главное, ребята, вот сейчас выступил этот. Он очень коротко выступает, но очень четко подлец такой. Тоже муравейник, почти там полгода разницы, да, Венедиктов. И вот он пишет, значит, таймлайн истории с самолетом. То есть, вот по времени все разбито. Вот если он узнал, да, это точно, ребята. Смотрите, ну вот сбитый самолет, да, Илл вот этот вот. Израильские власти предупредили российских военных об атаке в 21.38. Ил-20 в зоне атаки отсутствовал. 21.38. Атака началась в 21.40, закончилась в 21.50. Смотрите, две минуты. Тогда раньше российские военные говорили, что за минуту предупредили. Ну, почти правильно, за две минуты. Десять минут пошла атака. 21.40, 21.50. Сирийское ПВО начало отстреливаться 21.52. То есть, через две минуты после того, как уже закончилась атака. Израильские в 16 вернулись в израильское воздушное пространство 22.01. Вот через 10 минут после того, как отстреливаться начало ПВО, да. Ну, они уже кончили бомбить. Все, они просто улетали туда. В 22.01. Наш Ил-20 был сбит ракетой сирийского ПВО в 22.03. То есть, уже Ф-16 вернулись, да. А ПВО начало отстреливаться, когда Ф-16 не было уже. И вот в 22.03, понимаете. Это что за опять... Какая тут логика? Вот он заканчивает. И кто дурит Верховного? Карл. Будем наблюдать. Какая тут логика? Ну, нет в России логики. Причем я вот вчера где-то промелькнула, как вот поймали полковника, что ли, вот сирийских сил. Да, и он говорит, что наши вот сирийцы, они сидят вот за этими установками, да. Но у них нет этой кнопки пуска. А кнопка у этих, у русских, вот те русские, которые их там обучают и которые все это дело координируют и так далее. Русские нажали сами на эту кнопку, в которой ракета полетела. Причем нажали они на нее, я уже говорю, вот атака закончилась 21.50, а ПВО начало стрелять 21.52. Через две минуты, а это много. Аж две минуты прошло, уже все, уже никто не стреляет, уже никто не бомбит. В смысле, да. И они начали только ракеты свои пускать. О, какие дела, ребята. Это последняя новость. Всего хорошего, до свидания. Ну, встретимся еще. Вы меня знаете. Тихо. Тихо. ... Продолжение следует...